Смотри, ну по-моему, крошиха. Да фу, кринжа, как обычно, офигеть вот много. Да что ты такая токсичная? Да блин, да она мои сторис с фейкой чекает. Это не в каше. Да ладно, обалдеть. Психологи говорят, не стоит бить тревогу, если ваш ребенок перешел на непонятный для вас язык. Это всего лишь признак одного из этапов взросления, способ перерезать пуповину и отделить себя от родителей. Кроме того, именно так, с помощью языка, который понятен не каждому, подростки делят людей на своих и чужих. Потому что, наверное, так все разговаривают, и как-то если общение будет на своем языке, никто тебя толком из общества не поймет. Заимствованные слова у нас в речи сейчас уже постоянно используются. Как-то и в играх, и просто, когда мы общаемся, как-то без них уже непривычно. Есть и сугубо подростковые моменты, которые про самоидентификацию, разделение свой-чужой. И в первую очередь подросток, он старается в поисках себя от чего-то оттолкнуться, а так как найти себе образ не так-то и просто, они отталкиваются от того, что я не как родители, я не как эти взрослые. И поэтому ищет другой способ общения, другой язык. По мнению экспертов, чаще всего современные подростки заимствуют слова из компьютерных игр. Ну все, сейчас покатаем. Так, короче, давай заходи пока. Все, зашел, окей. Смотри, сейчас будем фармить, а тебе фрагов не хватает, гриндить давай. Так. Че, каких мы бы обвалим. Геймер Арсений Секлетин говорит, во время игры на компьютере по сети с другими игроками без специальной терминологии не обойтись. Во-первых, потому что партнером может оказаться иностранец, которому понятнее английские слова, а во-вторых, когда играешь с другом в паре против соперников, для победы важна каждая секунда и нужно быстро договориться о стратегии. Это просто очень долго. Иногда даже в чате, в экстренные моменты, во время ПВП, битвы, ну много всего. Во время битвы надо быстро среагировать. То есть, если что-то хочешь написать, то пиши быстро. Максимально сокращенно. При этом и психологи, и преподаватели, и подростки сходятся во мнении, что сленговые слова, если их использовать в разумных пределах, язык только красит, позволяя расставить в речи нужные акценты. Бывает, что мы не можем достаточно точно выразить свою мысль другими словами. Например, слово «краш». Я не знаю вообще, как мы называли вот «краш», и до того, как появилось это слово. Скорее всего, человек, который нам нравится, но это долго, очень слишком обширное понятие. «Краш» — так коротко, ясно, лаконично. Сейчас, ну, для меня таким прекрасным изменением в языке является, несмотря на то, что это англицизм взятый, это слово «краш». Оно обозначает влюбленность, с одной стороны, но с другой стороны, она разделяет ту влюбленность, которая, знаете, такая искренняя, влюбленность, вот Ромео и Джульетт, вот это вот все, от такой влюбленности, которая, ну, классная, нравится. Влюбиться и вкрашиться — это два разных смысла. Укоренилось у нас мнение о том, что литературная речь, это язык Пушкина, Лермонтова, всей в целом великой литературы русской, это язык образцовый и лучший, классический, по крайней мере, его вариант, которым должен владеть каждый образованный человек. При этом как-то вот забывается о том, что это лишь малая часть и во многом искусственно созданная часть языка, такая вершина айсберга, за пределами которой, в глубине, находятся огромные необъятные пласты. И вот конкретно молодежный жаргон, или сленг, как его еще называют, в последнее время, это как раз один из таких пластов. Психологи говорят, у родителей есть два пути — отстраниться, если они никак не готовы принять сленговые словечки ребенка и просто переждать этот период, или говорить с подростком на одном языке. А если ребенок через какое-то время перестал активно использовать в речи жаргонизмы, значит подростковый кризис миновал. Душевная сепарация подростка случилась, он стал самодостаточной личностью и нашел друзей по интересам, а не по схожим словам. Виктория Шарая, Константин Головин, События. Субтитры создавал DimaTorzok